Градоначальник побывал в сквере имени Кирова. В мае он отдал распоряжение привести эту зону отдыха в порядок. На благоустройство было выделено около двух миллионов рублей. Обновленный сквер радует глаз. Уложена новая тротуарная плитка, установлены удобные скамейки, разбиты клумбы, высажены цветы и деревья. Для детей построена детская площадка. Для приятного времяпрепровождения взрослых на территории сквера установлены стойки с прессой и книгами. Наталья Караваева часто прогуливается с дочкой по теннисным аллеям сквера. Женщина радуется. Теперь во время прогулки можно провести семейный отдых с пользой. По сравнению с тем, что было, конечно, сейчас вид совсем другой. И зеленые насаждения, и эстетические лианы, дети с удовольствием катаются. Мы регулярно с ребенком приходим сюда, а сейчас еще читающий у нас доступна литература в библиотеке. Благоустроенная зеленая зона приглянулась и пожилым лазарецам, которые тоже с удовольствием проводят здесь свой досуг. Именно о приятном и культурном отдыхе стоит теперь позаботиться, считает градоначальник. В городской среде нет мелочей. И, скажем, сквер или спортивный комплекс, это примерно одинаковые элементы городской среды, они нужны. А вот сквер, знаете, какой хороший. Надо бы хор создать и петь здесь, именно здесь, что здесь надо поставить по субботам и воскресеньям оркестр. То есть вот такие вещи, которые я называю, это мероприятие наше теперь гуманитарной олимпиадой, то есть дойти до каждого человека, обеспечить ему счастливую, скажем, жизнь. После посещения сквера глава города встретился с представителями снаторно-курортной отрасли. Руководители гостиниц и здравниц отметили, курортный сезон в этом году превзошел все ожидания, даже была конкуренция с Крымом, но Сочи выдержал все испытания. Лазаревский район посетило около 800 тысяч отдыхающих. В районе более 70 крупных снаторно-курортных комплексов и более 650 гостиниц, которые заполнены почти на 100%. Впереди бархатный сезон, который традиционно у россиян пользуется спросом. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.